Здравствуйте! Почему при таком обилии научно-популярной литературы и телепередач на наших дачах обычно не успех, одичалость и трудоголизм? Потому что в нашей стране единственный в мире, где нет профессии садовника. Никто не изучал и не развивал частные сады, а вся садовая литература написана специалистами школы промышленного садоводства. Во-первых, следует учесть, что довоенная сельхознаука решала прежде всего одну важнейшую задачу – создание максимум рабочих мест для трудовой загрузки населения. Отсюда же и слишком трудоемкие технологии, и мораль бездумного трудолюбия. А во-вторых, дача и промышленный сад – совершенно разные вещи. Большинство промышленных методов на дачах не работают. Они или непрактичны, или слишком трудоемки. Сейчас ясно – у дачи есть своя современная технология земледелия. Одним способом упрощения труда и улучшения результатов является обустройство высоких грядок. Короба – это стационарная грядка, огороженная бортиком из шифера, досок, бревен или другого материала. В наших условиях высота грядки достаточно – 15-20 см. Наполняем короб компостом. Нижний слой может быть из недозрелого компоста. Обязательно располагаем грядку с севера на юг. Так растения получат больше света. Как только растения поднимутся, засыпаем грядку мульшу – солома, измельченную траву или кокосовую мульшу. Сорняков немного, и они легко выдергаются. С вами был Наиль. Переходите на современное земледелие. Переходите на современное дерево.